Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я вновь рада приветствовать всех, кто готов учиться. С вами Зуева Светлана Витальевна, и мы вновь возвращаемся к выполнению 27-го задания Единого государственного экзамена по русскому языку. Мы обозначили тему как трудности при выполнении этого задания, и сегодня мы продолжаем этот разговор. Трудности и пути их преодоления. Предполагается, что вы поняли текст, вы его прочитали медленно, осмысленно, вы погрузились в него, сделали определенные записи и сформулировали не одну, а несколько. Если мы посмотрим ключи к тренировочным вариантам, меньше трех проблем ни к одному тексту в ключах не дается. А есть тексты, где есть 4, 5, 6 и даже 7 иногда проблем. Безусловная трудность, особенно учитывая, что такой формат комментария идет вот последние два года, это центральная часть вашего сочинения. Критерий К2 – комментарий к сформулированной проблеме. Как же написать его так, чтобы получить максимальное количество баллов? 5. Напомним себе сами, что комментарии, толкование, разъяснение какого-либо текста путем примечаний, пояснений и прочее. В нашем случае комментарий должен проводиться с опорой на читаемый текст, а не просто ваше рассуждение по поводу. То есть вот именно что там делает автор, зачем он это делает, но мы об этом скажем. Итак, логика комментирования представлена на этом слайде и можно передать ее следующим образом. Вы сформулировали проблему, остановившись на какой-то одной. Затем вы ее комментируете, и идея создания комментария – это подведение к позиции автора. Другими словами, зачем автору нужен целый текст, чтобы обозначить свою позицию по проблеме? Позиция, как правило, формулируется вами одним, иногда двумя предложениями. Ну а зачем весь текст тогда для этого? Вот, собственно, это вы и поясняете в комментарии. Показатель хорошего комментария, тоже, вероятно, педагоги вам об этом говорят, вы читаете свой комментарий человеку, или даете прочесть свой комментарий, человеку, который с текстом не знаком. И если человек, не читавший этот текст, получает о нем адекватное представление, то ваш комментарий успешен. То есть, как правило, я так сочинения даже люблю проверять. Вот я сначала читаю сочинения ученика, а потом обращаюсь к тексту. Ну, иногда бывает, что, конечно, текст я уже знаю, и я узнаю его по комментарию. А особенно интересно, вот когда текст незнакомый, по которому ученик писал. И потом вот иногда ощущение, что вообще разное читали. У меня, знаете, такое желание всегда бывало после вступительных экзаменов, когда еще сочинения писали в УЗИ. Мне всегда хотелось вернуться домой, и я много, часто это делала. И взять с полки действительно Евгения Онегина и перечитать, неужели вот именно это писал Пушкин. Это то, о чем я прочитала у абитуриентов. Вот здесь примерно такая же позиция. Итак, составные части комментария. Что, собственно, комментарии мы делаем сегодня центром нашего разговора. Итак, мы помним, в инструкции, в формулировке задания, там прям пишется, приведите два примера иллюстрации. То есть сначала первый пример иллюстрации, важный для понимания проблемы исходного текста. Затем мы должны пояснить значение первого примера для понимания проблемы исходного текста. В принципе, это требовалось и раньше, и до 19-го года. Но многие этого просто не делали, или делали формально. Вот сейчас на это сделан акцент. То есть одно дело из текста, другое дело то, что ты по этому поводу можешь сказать. Но каким образом? Сейчас я добавлю про это. Смысловая связь между примерами иллюстрациями. Почему я говорю здесь? Что иногда она бывает между первым примером и вторым. Вторая часть, конечно же, комментарий. Это второй пример иллюстрации, важный для понимания проблемы. То есть мы доказываем, что эта проблема есть. И пояснение значения второго примера для понимания проблемы. Что всё подводит потом к позиции автора. Ну, я сразу хотела подсказать, всё-таки практика очень хорошее дело. И мне очень помогли выпускники одной из школ, когда они сказали, что они нашли дефектные тексты ЕГЭ. Я говорю, это в каком смысле вы нашли дефектные тексты? А вот мы нашли там проблему, и там только один пример иллюстрации. А второго нет. Очень я благодарна этим школьникам, потому что это очень хороший показатель. Если ты нашёл проблему, и в тексте один пример иллюстрации, значит, эта проблема не центральная для автора. Он её не ставит, он её не исследует, он её касается. А она тебе почему-то показалась важной и интересной. Поэтому, если вы найдёте такие проблемы, радуйтесь, да, что-то вот вас зацепило в этом тексте. Но не факт, что это центральная проблема для автора. Вот это тоже показатель важный. Два примера. Иногда их больше, их иногда три, четыре. Значит, вы точно нашли центральную проблему. И у вас есть действительно выбор, что же вам описать. Первый пример, второй или четвёртый. Поэтому тут вот насколько глубоко вы это всё прочитали и поняли. По поводу составных частей комментария. Я хотела отдельно сказать о смысловой связи между примерами иллюстрациями из прочитанного текста. Так что мы вернёмся вот к предыдущему слайду. У нас смысловая связь между примерами как раз на предыдущем была слайде. Главное, чтобы эта связь была не слово отдельное «но», например, «союз», или «а так же». Не шаблонная фраза. Их очень много в интернете вы можете найти. Подобных сочинений, о них мы немножечко чуть позже поговорим. Эти два примера дополняют друг друга, помогают автору выразить свою позицию по названной проблеме. Развивая свою мысль, автор приводит следующий пример. Продолжая повествование, автор текста приводит пример. Но вот эти шаблоны пустые, вот как когда-то писали, сейчас уже давно-давно не надо об этом писать, что проблема актуальна, например. Пустая фраза. Как правило, те тексты, которые вам дают на экзамене, и те проблемы, которые в этих текстах есть, они все для этих авторов актуальны. Соответственно, если мы стремимся понять автора, то и для нас она будет актуальна, эта проблема. Пустые фразы мы в сочинении на ЕГЭ не пишем. Это так называемые общие места. За это баллы не добавляются. Таких примеров, как я уже говорил, множество, особенно в далеко не идеальных ученических работах, которые размещены на самых разных сайтах. Мы живем с вами в очень непростое время. Мы живем с вами в море информации, не всегда достоверной. И умение определять авторитетность источника — это очень важные жизненные умения, а не экзамены ЕГЭ по русскому языку. Поэтому не доверяйте вот этим сайтам. Там очень много именно таких шаблонных фраз. И я еще раз говорю, учитесь на сайтах достоверных. Возвращаю вас опять к сайту ФИПИ. Смысловая связь между примерами и иллюстрациями, вот что нам важно понять. Она является частью комментария. И может располагаться в любой его части. В начале, в конце, между примерами. Вот я на составных частях дала между, но это совершенно не факт. Составная часть, смысловая связь может быть в начале, может быть в конце, перед позицией автора. Но она не должна дублироваться потом позицией автора. То есть связь между примерами — это не позиция автора. Вот это очень важно. Опять вспомню Нину Сергеевну Болотнову. Она писала в своем словаре, у нее очень важная для нас мысль есть. Основополагающими являются три типа смысловых отношений, лексических элементов в смысловом развертывании текста. А смысловое развертывание — это как раз и есть связь. Почему сначала об одном, потом о другом? Смысловое развертывание текста. Отношения. Прямо себе пометьте, если вы действительно сегодня серьезно настроены на учебу. Дополнение, усиление и контраст. Вот это три основных. Автор что-то дополняет для того, чтобы еще ярче потом показать свою мысль. Усиливает или наоборот на контрасте показывает что-то. Ну вот в материалах ФИПИ, если кого-то интересует дополнительно о смысловой связи, о комментарии на 5 баллов, то я рекомендую на сайте ФИПИ обратиться к материалам, адресованным экспертам. И это могут сделать не только учителя, это могут сделать и учащиеся. Просто надо найти материал, предназначенный экспертом региональных предметных комиссий. Каждый год издаются методические рекомендации для экспертов. И в 2019 и в 2020 году существенно переработан раздел, связанный с критерием К2. Вот там вы можете прочитать и о способах связи, смысловой связи. Вот я тут на слайде покажу ключевые вещи, которые там перечислены. Как бывают связаны примеры в тексте, да. И там вы можете прочитать вот эти самые комментарии на 5 баллов с объяснением, комментарии на 4 балла. Ирина Петровна Цибулько, которая возглавляет комиссию по разработке контрольных измерительных материалов по русскому языку ЕГЭ и УГЭ, она ярая противница образцов, медальных сочинений, золотых, серебряных, ЕГЭшных сочинений. Поэтому это примеры, это примеры работ. Почему? Потому что я еще раз подчеркиваю, портрет вашей языковой личности встает из вашего сочинения. Вы все очень разные. По одному и тому же тексту не может быть двух одинаковых работ. Ну, подробно об этом, к сожалению, у нас нет возможности говорить, но примеры, комментарии, где есть смысловая связь, я покажу. Если успеем два, если нет, то хотя бы один обязательно. О чем надо еще сказать? Раз мы четко разделяем пример иллюстрации и пояснение, комментарии к нему, мы давайте еще раз вспомним о способах отсылки к тексту. В инструкции, помните, написано, не увлекайтесь цитированием. То есть больших кусков текста переписывать не стоит. Поэтому прямое цитирование допускается, и оно может быть. Иногда действительно лучше автора не скажешь. Но это пять, десять, десять даже хуже. Пять слов, может быть, наиболее точно. И лучше автора не скажешь, тогда мы используем усеченное микроцитирование. При этом я напоминаю, если вы берете чужой текст, не забудьте, пожалуйста, использовать кавычки. Об этом вам говорили и готовим вас к декабрьскому сочинению. Мы помним, если вы меняете форму слова, переставляете какие-то слова, заменяете синонимами, вы имеете право не использовать кавычки. Но если вы дословно, слово в слово берете кусок текста, это уже этика. То есть не надо заниматься плагиатом. Это опять очень важное жизненное умение. Своё выдавать за своё, а чужое обозначать, что это я взял у кого-то. Это этика науки, этика, ну, наверное, не только науки, вот, начинается с этого. Может быть, косвенно цитировать. Автор подчёркивает, что поддаваясь своим низменным потребностям, человек способствует саморазрушению. В любом случае вы понимаете, что это не вы, это исходный текст. Это вот то, что вы из текста берёте. Можно указывать номера предложений, можно, как вы это делали в девятом классе, но при этом всё-таки вы даёте сжатый или выборчный пересказ вот этого фрагмента текста, который вам нужен. То есть в этих предложениях вот о чём говорится. Вот это всё примеры иллюстрации. Да, ещё напомню, если вы берёте вот это первое цитирование прямое, используете кавычки, вдруг одно слово или кусок текста, там что-то вы пропускаете, не забудьте ещё многоточие поставить, потому что таким образом цитируя, вы можете себе испортить картину по пунктуации, по критерию К-8. Комментарий к проблеме. Очень важно нам создать комментарий, не заменяя его пересказом, не сбиваясь только на пересказ. Пересказ — это что делают, говорят герои, ну или автор текста, или рассказчик в тексте, если это текст не художественный, а публицистический, допустим. Комментарий, вот давайте для себя пометим, это что делает автор, а что он может? Он может рассуждать, описывать, приводить примеры, цитировать, повествовать, сравнивать и много ещё, что он может делать в тексте. И это многие научились писать. Правда, есть опять шаблоны, я сейчас вспоминаю из интернета, да. «Рассуждая над проблемой, автор повествует». Очень осторожнее вот с этими словами, они у нас слова-термины. У нас есть типы речи, рассуждения, повествования, есть ещё и описания. Так вот он всё-таки что, рассуждает или повествует в этом тексте? Я понимаю, что это шаблонная фраза, но употреблять шаблоны надо тоже… Понимаете, понятие шаблон есть в клише. Клише — это хорошо. Оно облегчает нам коммуникацию, мы берём готовые какие-то формулировки, но не везде подходят, и тогда уже эти шаблоны не везде удачны. Так он всё-таки рассуждает в этом тексте или повествует? Остановитесь на чём-то одном. Так вот, автор что-то делает, и многие об этом пишут. Но вот самое трудное — написать не только, что делает автор, а зачем он это делает. Вот он нам повествует, но при этом элементы описания использует. Зачем? У нас есть текст, как человек получил травму и оказался в районной больнице. И там очень много элементов описания. Тусклый коридор, тусклая лампочка, очередь замученная в коридоре и так далее. Зачем? Зачем нам это так долго и много описывают? И несколько раз эти детали повторяются. Но, наверное, уже мы начинаем понимать, что, наверное, не всё в порядке вообще в этом учебном, лечебном заведении. То есть это всё не случайно. И вот если мы выходим на этот функционал, очень многие стали использовать и видят прямо какое-то изобразительное-вразительное средство, какое-то редкое слово, например, в нейтральном тексте или в публицистическом, вдруг разговорное или жаргонное слово. Наверное, не случайно. Или какое-то очень яркое, наоборот, художественное средство, синтаксический параллелизм. Зачем? Вот это главное. Зачем? То есть вы, если используете, да, вот этот яркий эпитет, он употребляет. Зачем он его употребляет? И вы тогда выйдете на функционал. Вы выйдете на комментарий. Собственно, что мы и хотели бы сделать. На следующем слайде представлен текст. Я думаю, он будет какое-то время демонстрироваться у вас перед глазами, но я его всё-таки вам прочту. Это пример комментария к проблеме. Помним, что мы не видели текст, но сочинение ученика, поэтому там оно несовершенное. Не ждите образца, я уже об этом говорила. Это пример комментария. И это не 24-бальная работа. То есть, кстати, в 24-бальных могут быть отдельные погрешности. Так, например, при одной речевой ставится максимальное количество баллов по критерию К10. Ну так вот, получите представление о тексте или вспомните этот текст, если вы его знали, по комментарию. «Вечная проблема отцов и детей». У Аксёновой конкретизировано в тексте одним из её аспектов. Автор рассматривает, как меняется отношение Ксюши к отцу. От неприятия в детстве за внешнюю его несуразность до щемяще пронзительного чувства любви раскаяния, осмысленного до конца героиней лишь во взрослой жизни. Повествование ведётся от первого лица. И построено оно, как серия эпизодов. Сначала первый абзац «Утренники в садике». Затем второй абзац «Школа», в которую на праздники вновь приходил отец Валерий Петрович со своей дурацкой гармошкой. Центральный эпизод текста. Третий, четвёртый, пятый абзацы. Рассказ о мужестве, беззаветной преданности своей семьи отца, сумевшего спасти свою заболевшую дочь, машина скорой помощи застряла по дороге в районную больницу во время «Бурана». Последний абзац текста начинается в многоточии. Значение которого, очевидно, прошло много лет, прежде чем героиня смогла до конца понять своего отца и оценить всю силу и глубину его любви. Сумела она это сделать только тогда, когда сама стала матерью. Позиция автора по этой проблеме очевидна. Как порой трагически поздно начинают дети понимать и принимать своих родителей, самых близких, самых дорогих им людей. Я подчеркну, что это не всё сочинение. Здесь не хватает кусочка на критерии К4. Это отношение пишущего автора сочинения к позиции автора. Вы вольно согласитесь или не согласитесь с этой позицией, и обосновать её. Но так как мы сегодня центром сделали комментарий, перед вами, в общем-то, начало сочинения, которое заканчивается с позицией автора. Не всё сочинение, подчеркну. Но начнём с проблемы. Вот на прошлом ещё занятии мы с вами говорили, что, рассматривая ключи к тексту Вячеслава Алексеевича Пьяцуха, мы говорили о том, что и рассматривали эти ключи. Мы видим, что проблема сформулирована может быть по-разному. Она может быть сформулирована вопросом, потому что проблема — это сложный вопрос. И тогда позиция автора — это ответ на этот вопрос. Кстати, когда вы доходите в своём сочинении до позиции автора, это очень хороший приём, пишите позицию, вернитесь ещё раз к проблеме, прочитайте. Это ответ действительно на тот вопрос, который вы задали, потому что иногда вы уходите, проблемы в тексте все взаимосвязаны. Вот это хороший приём, о нём не забывайте. И можно формулировать проблему как в этом сочинении. Ну нет здесь вопроса. Нет вопроса. Во всяком случае, во вступлении, там, где мы обозначаем проблему. И проблема представлена не очень правильно, потому что проблема памяти, проблема Москвы, проблема природы — это неверная формулировка, проблема сохранения памяти, то есть почему мы должны хранить память о прошлом. Вы видите, как легко тогда такую позитивно сформулированную проблему перевернуть на вопрос. А что за проблема Москвы? Или в чём проблема материнской любви? Просто проблема материнской любви не существует, проблема проявления, проблема силы материнской любви. Вот это другое. Но я хочу сразу предупредить, не огорчайтесь, если вот не совсем удачно. Многие настолько боятся вот этой неправильной формулировки проблемы, что всячески избегают её вот прям точной формулировки. Ну вот мы здесь видим, что тоже не совсем удачно начало, да, вечная проблема отцов и детей. Ну, в контексте романа мы, в общем-то, знаем, все сразу опять же вспоминаем Ивана Сергеевича Тургенева, «Отцы и дети», да, мы догадываемся, о чём идёт речь. Ну, не совсем понимание, да, ближайших поколений. Наверное, каждый человек в своём развитии проходит этот этап отрицания. И первым достаются близким людям, первое, кому достается. Ну, а потом на другом этапе всё меняется. Эксперт читает всё сочинение. Если вы глубоко и правильно поняли текст, то ваш комментарий это покажет. Вы выберете нужные примеры иллюстрации. Вы их правильно объясните, и тогда вы получите из-за первой критерии балл свой законный, потому что ноль — это когда человек вообще не разобрался в тексте или всё там переврал. Давайте посмотрим здесь. Примеры иллюстрации, да. Вот тоже далеко не идеальный комментарий в каком плане. Повествование. Мы понимаем, что в тексте повествуется. Ведётся от первого лица. Но вот почему и что это даёт тексту, автор сочинения не пишет. Ну, просто фиксирует. Вот это не совсем верно. Да, у нас не просто литературная там или филологическая, лингвистическая аптека, где мы фиксируем. Вот это есть. А зачем это есть? Что это даёт тексту? Вот построена как серия эпизодов, но это уже анализ. Анализ строения, да. Сначала идёт обращение к тексту. Утренники в садике. Фактаж — это пример иллюстрации. Затем второй абзац. Можно видеть не только номера предложений, а даже абзацами. Школа, в которую на праздники приходил отец Валерий Петрович. И даже цитата со своей дурацкой гармошкой. Смотрите, как хорошо выбрана цитата, да. Мы уже по этому определению понимаем, что тут не совсем в порядке. Ребёнок оценивает у отца дурацкая гармошка, да. И центральный эпизод текста. Вроде бы там опять же обращение, потому что мы ещё почти не видели пояснения пока. Мы всё видим текст. Третий, четвёртый, пятый абзац. Рассказ. А вот здесь пошёл уже пояснение. Потому что в тексте просто повествуется, как эта машина застряла, как отец в ночь в буран пошёл, и потом, собственно, всю жизнь кашлял, пневмонию заработал, да, но дочь спас. Вот. Сумевшего спасти свою заболевшую дочь — это пояснение, это обобщение всего того, что происходит в тексте, да, вот в этих примерах. Это первый пример. Несмотря на то, что здесь и первый, и второй, и третий, и четвёртый. Это как раз тот самый случай, когда проблема центральная, и примеров так много, что даже двух мало. Вот пишущий увидел всё, он про это пишет. Последний абзац, а это тоже, это второе обращение к тексту. Начинается многоточие, значение которого очевидно. Прошло много лет, прежде чем героиня смогла до конца понять своего отца и оценить всю силу и глубину его любви. Прошло много лет в тексте, а дальше идёт анализ в тексте. Повествование просто, а здесь пояснение. Вот что понял читающий этот текст. И сумела героиня это сделать только... А дальше опять обращение к тексту. Когда сама стала матерью. Это она сама стала матерью, у неё появились собственные дети, и она по-другому стала оценивать своих родителей, в частности отца. Мы спросим, а где же здесь связка между двумя примерами? Мы привыкли. Кто-то прям вот шаблонно, всегда между первым и вторым. Кто-то всегда шаблонно, после второго. А вот в этом тексте, в другом месте. Дело в том, что тексты очень разные. И вы разные, опять же, я подчёркиваю. И поэтому даже у одного человека, исходя из вот разных текстов, этот пример-связка могут быть поясняющие. Смысловая связь между примерами, она может быть в разных местах. И вот здесь обратим внимание на вступление. Автор рассматривается, рассматривает, и читаем это предложение целиком. Как меняется отношение Ксюши к отцу. А вот это и есть связка, смысловая. От неприятия в детстве за внешнюю его несуразность до щемящей пронзительного чувства любви, раскаяния, осмысленного до конца героини лишь во взрослой жизни. Вот она, где связка. Вот оно, глубинное понимание, которое демонстрирует пишущий с самого начала. Поэтому я ещё раз говорю, здесь не идеальная работа, есть какие-то другие замечания, но критерий К2 выполнен на 5 баллов. Ещё один пример я просто прочту. Я его не буду так подробно анализировать. Если у вас есть возможность остановить кадр, вы попробуйте потом подобную работу с этим текстом провести сами и проанализировать, где здесь примеры, где пояснения, где связь. Зачем людям нужна забота? Может ли внимание со стороны других людей совершить чудо? Именно такую проблему ставит автор данного текста Вениамин Каверин. В представленном мне отрывке идёт речь о военном Феде Власове, который попал в больницу и находился в предсмертном состоянии, о чём нам говорит его описание в предложении 3 и фраза врача, 32-е предложение. Каверин повествует о том, что Власову никто не писал, никто ему не был интересен, и он никого не интересовал. Автор акцентирует внимание на том, что соседи по госпиталю получали письма и читали их вслух для того, чтобы мы понимали, что почта туда доходит. Ему в принципе было неинтересно существовать, ведь он никому не нужен. Так главный герой и жил. А тем временем с каждым днём ему становилось всё хуже. Но страданием Власова пришёл конец. С получением первого письма от незнакомки. Раненый военный читал его весь день, всё пытался разгадать тайну незнакомки. Кто же она? Подсказок от девушки не хватало для того, чтобы узнать её личность. Так у Власова появился стимул к жизни. Им кто-то интересовался, за него кто-то переживал. Именно переживания, забота, советы медицинского свойства и стихи этой девушки подняли бойца на ноги. А причина улучшения состояния Власова осталась для докторов загадкой. Фёдора назвали чудом природы. Так письма незнакомки изменили жизнь главного героя. Из человека, который лежал, отвернувшись к стене, которого ничего не волновало, который с каждым днём был всё ближе к смерти, Власов превратился в идущего уверенным шагом на поправку пациентам. Ну, здесь финал текста я не стала мельчить на слайде, я просто его дочитаю. Сформулируем позицию автора. У человека, окружённого заботой, есть интерес к жизни. Он не оставлен наедине со своими проблемами и, понимая это, он борется за жизнь, потому что он кому-то нужен. Опять не хватает согласия или несогласия с позицией автора, но в целом фрагмент центральный, вы понимаете, практически всё сочинение, комментарий. Остаётся добавить лишь несколько замечаний. Я напоминаю, что когда вы обосновываете, аргументируете свою позицию, не обязательно литературный пример. Не обязательно. Но аргументация должна быть, чтобы вы получили свой законный балл. Я напомню о некоторых, может быть, даже чисто технических каких-то вещах в конце нашего занятия. Это объём сочинения, он должен быть не менее 150 слов, подсчитываются все самостоятельные, отдельно стоящие слова, которые через дефис пишутся, тоже это отдельное слово. Если объём менее 150 слов, сочинение проверяется, начиная с 70. Но вы сразу теряете до 8 баллов, потому что высший балл по критериям К6, К12 за объёмом до... Вот 149 слов будет, не хватит одного. При этом не учитываются, если вы подробно всё переписываете об авторе. Вот очень многие, увеличивая объём, пишут как имя, отчество полностью, кто он. Это всё вычитается из общего объёма. Проверка сочинения. Обязательно оставьте время для проверки своего сочинения. Лучше это делать, начиная с последнего предложения текста, двигаясь к началу своей работы. Ну и самое главное, не забудьте, что нужно писать с первой страницы, чёрной гелевой ручкой, и обязательно разборчивым почерком. И подводя итог нашей сегодняшней встречи, мне хочется пожелать вам получить максимальный для вас балл на едином государственном экзамене по русскому языку. И помнить слова нашего выдающегося земляка, историка, литератора Николая Михайловича Карамзина. Вольтер сказал справедливо, что в шесть лет можно выучиться всем главным языкам, но что всю жизнь надо научиться своему природному. Успехов вам в этой учёбе! Всего вам доброго! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова